Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех в новом 2023 году. Сегодня 10 января, вторник. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В северных районах ночью порывы 11-14 метров в секунду. Днем 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 11-16, днем до минус 7. В горах минус 1, плюс 4. На дорогах местами гололедица, снежный накат. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Днем 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 12-14. Днем минус 4-6. На дорогах гололедица. В Общественной Палате Республики состоялась встреча с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым с представителями ведущих СМИ Республики. Он рассказал об особенностях работы журналистов в настоящее время. Ответил на интересующие вопросы. Подробности у Али Баташева. Работа СМИ в современных условиях, когда перемены происходят быстро и затрагивают множество людей, имеет свои особенности. Владимир Соловьев, ранее военный корреспондент, сейчас председатель Союза журналистов страны, рассказал о недавней поиске в Луганске новых наградов для журналистов, работающих в зоне боевых действий. Когда у нас проходило ежегодное награждение нашим высшей наградой журналистской золотым пером и другими нашими наградами, мы как раз попросили, мы придумали новую награду, которая называется «За смелость при исполнении служебного долга» для военкоров. И вот наших лучших военкоров мы попросили, чтобы награждали их председатель Союза журналистов Луганской и Донецкой республики, потому что они видят, как они там работают, они видят этих ребят в деле. Для них это тоже была честь, они их наградили. Мы будем это каждый год продолжать. Владимир Соловьев ответил на интересующие журналистов вопросы, в частности о том, как работать в условиях существующих ограничений в федеральном законодательстве. Законы, которые, и те ограничения, которые сейчас приняты, они сделаны для того, чтобы не навредить нашим военным. И как только специальная военная операция будет закончена, Союз журналистов будет наставить на том, чтобы эти ограничения были сняты, естественно. Вот. Поэтому, конечно, надо рассказывать и про наших героев, и про раненых, и про тех, как они, и про погибших, совершивших какие-то подвиги, или не совершивших подвиги, но достойных людей. Конечно, обо всем этом надо говорить и обязательно объяснять аудитории о том, в какое непростое время мы живем. Главный редактор газеты «День республики» Евгений Кратов задал вопрос о необходимости создания условий для повышения квалификации журналистов и других специалистов СМИ. Также журналистов интересовали новые форматы диалога между народом и властью с учетом особенностей менталитета региона. Есть такой формат во многих регионах, например, вот такой планерки с губернатором, где садятся там руководители СМИ или журналисты, так сказать, известные в регионе, и просто рассказывают о проблемах, рассказывают о том, чего не хватает. И это работает во многих регионах страны, в том числе в таких регионах, где есть особый менталитет. Поэтому, может быть, каким-то образом стоит это донести и до руководства республики. В завершении встречи на память о нашей республике Владимиру Соловьеву подарили ценный сувенир – кавказский кинжал. Али Баташев, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаева, Черкесия. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит Вести на черкесском языке. Затем смотрите программу черкесской редакции. А в 14.30 Вести Карачаева, Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Оставайтесь с нами на канале Россия. Не пропустите в Минеральных Водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семена удобрений и продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. С 1 по 3 февраля в Кисловодском цирке. С 1 по 3 февраля в Кисловодском цирке. С 1 по 3 февраля в Кисловодском. С 1 по 3 февраля в Кисловодском цирке. Продолжение следует...